Портал детали. Главные новости Израиля и мира. В Израиле произошла серия терактов. В пятницу вечером террорист открыл огонь по людям, находящимся возле синагоги. Это наступление шабата, там было много людей, 8 человек погибло. В субботу утром террорист в старом городе Иерусалима в граде Давида, так называемом, спрятавшись между машинами, открыл прицельный огонь из пистолета по проходившим мимо людям. В результате несколько человек было ранены, террорист был нейтрализован и взят в плен. Сейчас ведется следствие. Ну и как бы вишенка на торте в Иране. Минувшей ночью произошла серия взрывов на различных промышленных объектах. В том числе говорят, что взрывы слышны были и в Тагеране. И все это, казалось бы, не связанные между собой события. Мы попробуем обсудить с Сергеем Мауслендером, нашим коллегой, журналистом, военным корреспондентом. Сергей, привет, добрый день. Привет, Саша, добрый день. И так, когда говорят, что вот Израиль постоянно, так сказать, бодается с Ираном, некоторые, наверное, забывают, а в чем первопричина этого. То есть, на твой взгляд, то, что происходило в последние дни в Иерусалиме, а до этого произошло в Дженине, имеет ли это какое-то отношение к Ирану? Ну, то, что происходит в Дженине, там и в Шхеме, да, вообще в Иудее и Самарии, или там на Западном берегу, как это принято называть в других странах, там и идут постоянные стычки с исламским джихадом, например. Последнее побоище в Дженине имело прямое отношение к исламскому джихаду. Исламский джихад – это прямые прокси Тегерана. Это группировка, которая подчиняется Тегерану, которые управляют из Тегерана, которые финансируются Тегераном. Это их вот такая своего рода длинная рука. Поэтому говорить о том, что прямо вот Иран не имеет вообще никакого к этому отношения, наверное, неправильно. С терактами в Иерусалиме я бы вот напрямую связывать бы не стал, наверное, потому что они вот как бы следствие всего вот этого напряжения, которое происходит. И это были классические теракты одиночек, на мой взгляд. Я абсолютно с тобой согласен. Я, в общем-то, и не пытался это привязать. Может быть, я не столь ясно выразился. Я имел в виду, что действительно эти теракты явились следствием того боя, который был в Дженине, в результате которого были убиты 9 террористов, о котором раззвонили на всех углах. То есть собирается Совет Безопасности по этому поводу, по просьбе палестинцев. То есть вот Израиль акты агрессии осуществляет. А вот то, что это была ячейка террористов, вооруженная, хорошо вооруженная, которая готовила серию террористических актов на территории Израиля, об этом скромно умалчивают. Так вот, значит, Иран все-таки в какой-то степени подтолкнул эту войну террора. Зачем? Ну, Ирану вообще, в принципе, выгодно, да, любое обострение у нас, такое внутреннее, тяжелое. Так же, как и Хамасу, кстати, потому что Хамас не хочет, чтобы боевые действия, например, были перенесены на территорию сектора газа. Вот заметь, как из сектора газа очень-очень так осторожненько, аккуратненько реагируют на все вот эти последние наши обострения. Одну, там две, три, четыре ракетки, там вот угрозные заявления, но не более того. Потому что, по всей видимости, вот после операции «Рассвет» и после предыдущей операции «Страж Стена» не поняли, что Израиль избрал такую тактику, больше никаких наземных операций. И ответ будет дистанционный, но такой, ужасно непропорциональный. И плюс к этому, вот Иран пытается раскачать ситуацию, ну, грубо говоря, перенести войну на нашу территорию, скажем так. Потому что, если у нас начнет полыхать вот по всей Иудее и Самарии, а то, что происходит сейчас, это еще не полыхает. Это еще мы как бы не подошли к этому, даже близко, кстати. И начнет полыхать Иерусалим, Ирану это будет в любом случае выгодно, потому что это очень сильно отвлечет от него внимание, которое западный мир вдруг на нем резко сфокусировал после войны, ну, после его прямого участия в войне в Украине, да, поставок оружия, там, так далее, инструкторов, снаряжения, боеприпасов и прочего России, то Ирану чрезвычайно выгодно сейчас было бы отвлечь от себя внимание. Ну, вот как-то получилось, прямо скажем, наоборот. Ну, давайте вернемся к тому, что произошло минувшей ночью в Иране. Какова информация вот на данную минуту, когда мы записываем эту программу? Ну, были нанесены удары по различным объектам практически по всей территории Ирана. Там порядка 20, по-моему, объектов поражены, самых разных. Это склады с оружием, это оружейные заводы, это нефтеперерабатывающий завод, базы корпуса Стражей Исламской Революции и базы спецназа этого корпуса, это вот так называемое подразделение Аль-Кутс. Аль-Кутс отвечает за операции КСИР за рубежом. Ну, в частности, вот, все, что касается Израиля в том числе. И были взрывы в Тегеране. Там не очень понятно, что там конкретно поразили в Тегеране, вот. Но, в общем, поражали объекты, имевшие либо отношение к военной инфраструктуре, либо отношение к корпусу Стражей Исламской Революции. Были сообщения о поражении объектов, имевших отношение к ядерной программе. Но я пока вот этих подтверждений не вижу особо. И не очень понятно, о каких объектах идет речь, собственно, да. Что они там такое вот разбомбили. И самый сильный взрыв был в городе Хой такой. Там, судя по всему, поражено подземное хранилище ракет баллистических, потому что там был чудовищной силы взрыв, судя по всему, измерявшийся мегатоннами. И вызвавший локальное землетрясение. Порядка шести баллов. Это сильно. Я вот живу в сейсмоопасном районе. Я знаю, что такое шестибальное землетрясение. Это очень такая неприятная штука. Так вот, взрыв был такой силы, что вызвал вот такой подземный толчок. Иранцы, как, значит, такое, в стиле Коношенкова сказали, что ничего такого не было. Мы, значит, все дроны сбили и вообще все хорошо. Но вот как-то пока выглядит, судя по тем немногочисленным, но они уже есть, видео, которые поступают из Ирана. Судя по всему, там все было очень так громко. Иранцы отключили интернет на территории Ирана, видимо, чтобы вот эти видео не попадали в сеть. Но кое-что уже все-таки попало. Сергей, ну Израиль, естественно, не берет на себя никакую ответственность за случившееся. Но Тегеран уже начал обвинять Израиль, что это дело рук израильтян. Судя по всему, это были беспилотники. Кстати, вот у меня вопрос. Как может ли беспилотник поражать вот эти подземные хранилища? Или это была отдельная атака, как ты думаешь? А сообщали о запуске ракет с неких воздушных носителей. Вот такое было сообщение. Поэтому я вполне допускаю, что там могли использовать самолеты, ну, например, там F-35, которые способны нести на себе такие тяжелые противобункерные бомбы. Есть такие специальные бомбы. Вот я знаю, что Израиль их получал из Штатов. Там их очень долго не хотели нам давать. Еще в бытность Обамы там дробили эти поставки. Но в конце концов нам их передали, насколько мне известно. И вот с помощью такого боеприпаса, да, вполне возможно. Если точно знать место и хорошо рассчитать вот эти параметры удара, да, вполне можно поразить. То есть, как говорят математики, методом от противного, да? То есть у кого на Ближнем Востоке имеются подобные боеприпасы, у кого на Ближнем Востоке имеются F-35, да? То есть и что мы получаем в сухом остатке? Чьих рук это дело? Ну, ВВС Лихтенштейна, я полагаю. Вот, по всей видимости. Ну нет, да что тут дурака валять? Понятное дело, что, судя по всему, удар этот был нанесен Израилем. И этот удар, я тебе скажу, он не направлен на то, чтобы прям полностью вообще там ликвидировать военную и террористическую активность Тегерана. Или там остановить его ядерную программу. Это реально последнее предупреждение. Потому что если, сейчас будет зависеть все от того, как иранцы ответят, но вот у меня такое ощущение, что они не будут отвечать напрямую. Не будут там запускать по нам ракеты баллистические, что-нибудь в этом роде. То есть они вот будут отделываться какими-то заявлениями там, ну может быть какой-нибудь вознёй такой террористический, нападением где-нибудь, попыткой нападения на какой-нибудь еврейский культурный центр там где-нибудь в Южной Америке, что-нибудь в этом роде. Ну вот. Потому что в случае их прямой сейчас ответной реакции военной, будет повторный удар, и он будет куда сильнее, чем предыдущий. Так что, в общем, короче говоря, моя оценка такая, что это последнее предупреждение Тегеран. Вот предыдущие это были учения с американцами, где были построены макеты иранских ядерных объектов у нас в Негере, да, и их совершенно открыто бомбили, и в видео это выкладывали в сеть. Вот. И вот сейчас этот удар был нанесён. Ну, посмотрим, как там дальше. А как ты думаешь, почему именно сейчас вот это предупреждение последовало? То есть что явилось, так сказать, как говорят на Востоке, той соломинкой, которая переломила спину верблюда? Ну, трудно сказать. И, конечно, это связано вот с этой волной насилия, которая происходит, хотя, опять же, далёк от мысли, что вот в ответ на два теракта Израиль будет бомбить Иран. Может быть, не Таньягу таким образом демонстрируют свою решительность, да, в области как бы безопасности, да, в области там устранения угроз отведения их от Израиля. Может быть, и это вполне допускаю. А может быть, после вот у них же там было совещание военно-политического кабинета, там заслушивали всякие доклады, там в том числе и руководители служб безопасности и так далее. Может, там поступила какая-то информация, которая вот подвигла наше руководство на такие решительные действия. А может быть, и всё вместе. Поэтому тут можно гадать, перегадать. Сергей, среди, так сказать, возможных событий, событий, которые произошли в минувшие выходные, может быть, и чуть раньше, я не упомяну трагедию, которая произошла в самом Тагеране. Преступник, террорист, судя по всему, ворвался в здание посольства Азербайджана в Тагеране, держа в руках автоматическое оружие, причём он выскочил из машины с автоматом и знаком остановил полицейского, который там стоял в этой будке. И полицейский так в этой будке остался, даже не попытался высунуться и оказать какое-то сопротивление. А в результате был убит руководитель службы безопасности посольства Азербайджана и два человека ранены. В результате практически голыми руками этого террориста удалось одному из сотрудников службы безопасности скрутить. В Азербайджане восприняли это как террористический акт. Как ты считаешь, это событие добавляет как бы перца к тому, что происходит сейчас между Азербайджаном и Ираном, ну и между Израилем и Ираном? Ну, в любом случае подобная история, скажем так, как бы благоприятным отношениям не способствует. Когда в твоей столице происходит теракт и твои правоохранительные органы ничего против этого сделать не могут, это всегда плохо. Учитывая сейчас такую чрезвычайную напряженность отношений между Азербайджаном и Ираном, соответственно, так это только усугубляет лишь эту напряженность. Потому что отношения там сейчас очень плохие. Азербайджан и Иран, они, конечно, там не в состоянии, там, боже упаси, войны или вооруженного конфликта, но они довольно близко к этой черте подошли. Со стороны Тегерана уже там звучали угрозы, да, что нужно там освободить какую-то там провинцию. Я не помню, как она там называется, эту азербайджанскую. Со стороны Азербайджана выражали поддержку протестующим и восставшим вот этническим азербайджанцам, которые там сейчас сражаются против этого режима. Поэтому, конечно, это только лишь добавляет. Ну, перца как-то выразился во всю эту историю. Ну, давай вернемся к тому, что произошло в Иране. А как ты думаешь, откуда происходили запуски этих беспилотников? То есть, принимал ли в этом участие Азербайджан или, может быть, какие-то другие союзники Израиля на Ближнем Востоке? Ну, тут можно вот перечислить, откуда это вообще могло случиться, да, а конкретно откуда это случилось, мы этого, конечно, не узнаем. Но с территории Израиля могли долететь эти беспилотники? Да, сейчас у нас вот Хароп, в частности, это вот дрон Камикадзе. Появилась новая модификация с практически неограниченной дальностью полета. Ну, имеется в виду не 10 тысяч километров, конечно, но в несколько тысяч километров он может преодолеть, потому что раньше дальность использования дронов была ограничена вот дальностью приема сигнала от дрона к оператору. Да, а Хароп получил спутниковую систему управления, и теперь, в общем, неважно, там, на каком расстоянии он от оператора находится, потому что сигнал идет через спутник. Тут мне могут возразить, что шахеды же эти, которые вот иранские, летают на тысячу километров, да, но вся штука в том, что шахеды дроны не управляем. В них просто закладывают координаты, и он по этим координатам тупо так летит, вот как, грубо, крылатая ракета. Вот он летит куда-то там, и где ему приказано, там он и в эту точку и падает. Поэтому Хароп в этом смысле дрон, ну, управляемый до самого последнего момента, вплоть до падения на объект. Это первое. Второе, ну, это, понятно, Азербайджан первым делом можно, значит, рассматривать как возможный плацдарм по Ирану, и про это уже писали, переписали там миллион раз, да, что Израиль там какие-то чуть ли не аэродромы уже построил. Ну, насчет аэродромов я тут не уверен, я их сам не видел, поэтому тут как бы утверждать не буду, но факт, что Азербайджан это наш главнейший, наиглавнейший стратегический союзник в Закавказье, а он один из первых вообще выразил тут вот соболезнования и возмущения по поводу этих терактов, осуждений и прочее, да, и кроме этого страны Персидского залива, которые вообще с Ираном, ну, практически граничат через Армурский пролив, это могут быть Арабские Эмираты, и это может быть, как вот это не парадоксально, Саудовская Аравия, потому что Саудовская Аравия, она, конечно, там периодически выражает там какие-то там все в нашу сторону относительно палестинского вопроса, но на деле там контакты очень тесные, очень плотные и довольно давние, то есть Саудовская Аравия, сотрудничество во всякого рода там вот этих вот разведывательно-оборонных делах началось еще задолго до того, как стало известно вообще про Аврамовы соглашения там и прочее, прочее, прочее. И саудитов иранский вопрос, иранская проблема беспокоит не меньше, чем нас, а может и больше, потому что они к нему ближе физически находятся, намного ближе, и они гораздо уязвимее для его возможного удара. Вот, так что, в общем, вот варианты, выбирайте. Варианты есть. Ну, кстати, по поводу того, что, ты говоришь, соболезнования первым выразил, я вот лично я получил, наверное, десяток соболезнований от коллег-журналистов, там, политологов из Азербайджана, просто даже неожиданно такое было, просто потоком пошло. Скажи, пожалуйста, если Иран, скажем так, не отреагирует, не поймет тонкий намек на толстые обстоятельства и продолжит свою деятельность, нас ожидает что? Война с Ираном? Ну, все может быть. Сейчас посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим, насколько эти удары были критическими для иранской военной инфраструктуры. Там, среди прочего, давай скажем, кстати, что завод по производству этих шахедов уничтожен. И завод, и склады с готовыми шахедами. Поэтому я полагаю, что украинцы скоро должны на себе это ощутить. В том смысле, что интенсивность налетов с помощью этих шахедов... То есть ты хочешь сказать, что украинцы сейчас срочно должны занести горилку нашим ВВС? Да, конечно. Да, я, опять же, кстати, не знаю. Вот я хотел сказать, что я вроде как не думаю, что специально бомбили в интересах Украины эти заводы. А вот черт его знает. Говорил же наш посол в Германии, что наша помощь Украине гораздо больше, чем нам это всем видится. Вот с дивана и из кресла, да? Может быть, это в рамках этого сделано. Кто его знает. Потому что Израиль, продолжая придерживаться вот этой своей политики такого типа нейтралитета в этом конфликте, на самом-то деле Украине помогает. Гораздо больше, еще раз говорю, чем мы это видим. Поэтому надо сейчас будет понять, оценить масштабы разрушений, масштабы урона, нанесенного иранской инфраструктуре. Но я тебе в любом случае скажу, что если наша разведка доложит, что все, Иран приступает к созданию атомной бомбы, а я так понимаю, что у них в общем и целом было все готово для этого, но только политическое типа решение для этого нужно было, то будет повторный удар. А этот удар показал, что их ПВО не в состоянии противостоять таким налетам. Ну вот. Ну, кстати, иранцы заявили, что они практически все сбили, как обычно. Да-да-да, да. Это привет генералу Коношенкову. Там у них такой же, видимо, есть где-то в Министерстве обороны. Скажи последний вопрос, и я тебя отпущу. У тебя много работы сегодня, все сегодня обсуждают эти события. Скажи, пожалуйста, если заварушка все-таки начнется, кто выступит вместе с Израилем против Ирана? Вяжутся ли американцы? Соединенные Штаты, конечно, прежде всего. И, кстати, совсем не факт, что они не принимали участие в этом налете. Так или иначе, они могли, например, обеспечивать нам информационную поддержку. Ну, имеется в виду там спутники, вот это вот развединформация, наведение, радары и прочее, прочее, прочее. А могли прямое участие принимать. Кто его знает, какие там дроны падали на эти иранские заводы. Это страны Персидского залива, как я уже сказал. Это может быть Азербайджан, но не напрямую там, да, с участием, не знаю, своих ВВС, да. А вот предоставлением плацдарма для того, чтобы было там проще наносить эти удары. То есть в этом смысле у Израиля тут союзников, кстати, много. Вот вопрос, кто, значит, за Иран впишет. Вот тут как раз... Кстати, хороший вопрос. Кто за них? Ну, тут все же понятно, да. Потому что прямое военное столкновение с Ираном, на мой взгляд, маловероятно. Ну, тот факт, что они будут пускать по нам там баллистические ракеты. Я полагаю, что наше ПВО и наша авиация с этим вполне справятся. Ну, может быть, там и будут попадания, но я не думаю, что это будет носить какой-то катастрофический характер. Но это неизбежно приведет к ответному удару повторному, который будет намного страшнее, разрушительнее, чем тот, что случилось. Поэтому я полагаю, что если они будут отвечать, то силами своих прокси, это вот Хизбалла, Исламский джихад, Хамас. Ну, и в Сирии там есть какие-то группировки. То есть вот они могут устроить нам тут такой ракетный террор, начать нас обстреливать. Насколько Хизбалла готова сейчас в это дело тоже вписываться, большой вопрос. Потому что уже неоднократно им там передавались предупреждения и прямые, и косвенные, и всякие разные о том, что будет задействована так называемая доктрина Дахи. Это еще в бытность Айзенкота, начальником Генштаба, она была разработана. Суть ее заключается в том, что ответный ударинг, я уже говорил в начале, будут просто непропорционально тяжелыми, если будут обстрелы со стороны Ливана. То есть Ливан натурально уедет в каменный век. То есть Ливан весь будет отвечать за Хизбалл. Принцип такой. Вообще-то Хизбалла входит, министры от Хизбаллы сидят в правительстве Ирана, так что... Не Ирана, простите, Ливана, да. А может и Ирана, кстати, вообще не отключено. Я знаю, что в их заседаниях вот этого вот совета, который там входит в корпус стражи исламской революции, там эти всякие люди, там насрало участвует с правом, так сказать, решающего голоса. Не вылезая из бункера, естественно. Да, да, по видеосвязи, конечно. Поэтому ты, может, и не оговорился вовсе. Так что посмотрим, куда это все нас приведет, но в любом случае скучно не будет, это точно. Да уж, скучно у нас не бывает никогда. Ситуация тревожная. Спасибо большое, Сергей Услендер, журналист, военный корреспондент. Наша программа подошла к концу. Вилу Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. До свидания.